В Совете Федерации завершились дни Ненинского округа. Программа двухдневного пребывания делегации субъекта в Верхней Палате Российского парламента была насыщенной и содержательной. По итогам плодотворной работы регион получил поддержку Совета Федерации практически по всем направлениям, которые выносились на обсуждение. Обзор главных событий и мероприятий смотрите в нашем следующем сюжете. Дни Ненинского округа в Совете Федерации открыла выставочная экспозиция, которая отражает потенциал региона и особенности его культуры и традиций. Основная наша задача была продемонстрировать на днях НАУ Ненинский автономный округ как современный развивающийся регион с большим инвестиционным потенциалом, туристическим потенциалом и обладающий богатой культурой, достижениями. Здесь представлена информация об основных инвестиционных проектах. Это, конечно, порт Индиго, это проекты реконструкции морского порта в Наринмаре, реконструкции авиапортов в Наринмаре и Андроме. Кроме этого, мы рассказываем про туристический потенциал, про Пустозерск, про основные наши достопримечательности, про каньон, большие ворота, каменный город, про тундру, про философию территории. В общем, будет очень интересно, гостям очень нравится, очень все интересуются. Дни субъекта Верхней Палаты Российского Парламента – возможность для региона не только раскрыть свой потенциал, но и заручиться поддержкой Совета Федерации в решении актуальных проблем. Эти вопросы были вынесены на заседания профильных комиссий. Интерес региона в Сафеде представляли заместители главы региона, руководители окружных профильных департаментов, депутаты регионального парламента и сенаторы от Ненинского округа. В частности, вице-губернатор Татьяна Лагвиненко приняла участие в обсуждении совершенствования процедуры госзакупок и системы налогообложения. Долго очень обсуждали вопросы по преференциям, по изменениям 44-й ФСЗ. Очень сложно шло обсуждение, Минфин категорически против, но тем не менее, какого-то консенсуса. Вчера мы еще обсуждали с комитетом по бюджету уже доработку этого решения к определенным договоренностям пришли. Но действительно, вопрос этот сложный, он так сходу не решается. Также среди обсуждаемых вопросов проблемы в сфере здравоохранения, образования, строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, агропромышленного комплекса и экологии. Практически все предложения, поступившие от Ненинского округа, были поддержаны сенаторами и руководителями комитетов. Ключевым событием Дни Ненинского округа в Совете Федерации стал час субъекта, который прошел в рамках пленарного заседания Софеда. На нем глава Ненинского округа рассказал о ходе реализации нацпроектов и об инвестиционном потенциале региона. Как отметил Александр Цибульский, общий объем доходов на территории субъекта почти 130 миллиардов рублей в год. Из них более 100 миллиардов поступают в федеральный бюджет, почти 8 миллиардов в бюджет Архангельской области и лишь 20 миллиардов остаются в консолидированном бюджете Ненинского округа. Очевидно, что большая часть налогов уходит в федеральный бюджет, при этом внутри региона на протяжении, наверное, даже десятков лет остаются нерешенными проблемами, которые не позволяют жителям округа чувствовать себя комфортно и получать достойные условия проживания. Часть из них является следствием колоссального износа инженерной и социальной и коммунальной инфраструктуры. 10%, больше 10% жителей живут в аварийных домах, еще большее количество жителей живут в ветхом жилье, критически высокий износ основных инженерных коммуникаций. Это вот та реальность, которая сильно не совпадает с той статистикой, которую мы видим на бумаге. Я могу продолжить перечислять первоочередные мероприятия, реализация которых требует существенных финансовых средств и невозможно присуществующие диспропорции в распределении налоговых доходов. Комментируя выступление главы Неницкого округа Александра Цибульского, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что правительству России необходимо увеличить финансирование мероприятий, направленных на создание достойных условий для жизни людей в НАУ. 16% всего лишь собираемых налогов остаются в округе. На мой взгляд, это несправедливо. И мы обязательно подключимся к этой проблеме. Он поставил справедливый вопрос о том, что вся инфраструктура Неницкого округа, включая и жилье, где много еще ветхого аварийного жилья, это в регионе, где добывается нефть, газ, это совсем несправедливо. И нужны средства, ресурсы для того, чтобы привести все это в порядок. Настрой такой есть, надо поддержку и помощь, безусловно, федерального бюджета. Еще один вопрос, обозначенный Александром Цибульским, и от решения которого в развитии Неницкого округа можно будет сделать реальные прорывные действия, необходимость обсуждения федеральных законопроектов и других нормативно-правовых актов с регионами еще на уровне обсуждения. Нам кажется, что, говоря о повышении роли губернатора, крайне важно обсуждать инициативу, которую принимается федеральным правительством и другими организациями, имеющими правоотворческую инициативу, с субъектами российской версии для того, чтобы они по-настоящему отвечали тем запросам, которые есть на этих территориях. И для этого я предложил рассмотреть возможность внедрения механизма, аналогичного механизму оценки регулирующего воздействия бизнесом, как это делается для нормативно-правовых актов сегодня, для тех нормативно-правовых актов, которые будут вводить новые регуляторные правила, затрагивающие жизнь на территории субъектов. Эти задачи, которые Александр Митальевич здесь озвучил, они чрезвычайно важны для нас, для того, чтобы мы могли и в законодательной плоскости решать перспективные задачи, которые в конечном итоге позволят развивать наш регион хорошими быстрыми темпами. По итогам заседания «Час субъекта» подготовлен проект постановления, как отметила Валентина Матвиенко, он будет доработан и окончательно принят на следующем заседании. Мы сформулировали вместе с руководством округа те меры поддержки государственного и федерального уровня, которые, на наш взгляд, необходимы сейчас для более успешного развития. Потому что главная цель, это, конечно, чтобы увеличились доходы граждан, жителей Ненецкого автономного округа, чтобы улучшились условия их жизни, условия их труда, занятость и многое другое. В целом Валентина Матвиенко высоко оценила организацию проведения Дней Ненецкого округа в Совете Федерации, отметив высокий потенциал региона. И это, сказала глава Совфеда, результат тех, кто живет и работает в Ненецком округе. Ирина Никешина, Мария Владимирова, Владислав Носкин и Леонид Шишелов. Телеканал «Север. Москва».